Добрый день. Весна. Пора капелей, ручейков, ландышей и тающего снега. Но есть в нашем городе и то, что лежит везде, несмотря на погоду. И это мусор. Он появляется везде. На дороге, на тропинке, в парке, у дома. Буквально на прошлой неделе водоканал проводил работы по чистке канализационного трубопровода в районе проспекта Ленинградский. Работники проходили колодец за колодцем. Обычно это занимает не очень много времени, но не в этот раз. Каждый колодец отнимал по несколько часов. Да-да, вы не ослышались. Несколько часов. И не потому, что это очень сложно. Причина в том, что все колодцы в районе домов 371, 375, 379 по Ленинградскому проспекту под завязку забиты мусором и больше напоминают мусорные контейнеры. Вы спросите, почему? Потому что люди так привыкли. Да, это бескультурия. Да, это нарушение санитарных норм. Да, за это надо наказывать. Гадить там, где ты живешь, по меньшей мере, глупо. Но есть и обратная сторона. А куда девать этот самый мусор? В контейнер? Верно. А теперь спросите, а он есть там? Ответ вы уже, наверное, знаете. В округе этих домов нет ни одного контейнера, но есть яма. Предполагается, что она и должна служить местом складирования отходов. Да, только она переполнена. И назвать ее ямой уже невозможно. Как и невозможно понять управляющую организацию, которая там как бы есть. То, что этот мусор разносится ветром по всей округе и добавляет работы дворникам еще больше, понятно. Ко всему прочему, мусорки – это еще и ресторан для крыс. Про крыс. Уже не первый год мы усиленно боремся с крысами. Возмущенные жители Архангельска одолевают все инстанции. Разгул крыс доходил до ужаса. Появление этой мерзости в подъезде уже стало практически нормой. В сетях до сих пор гуляет видео, снятое в одном из магазинов, название которого обозначает 18-ю букву греческого алфавита. Засилие крыс стало поводом для нескольких заседаний городской думы. Роспотребнадзор предложил провести общегородскую диротизацию. И провели. А потом еще одну. Но крысы как-то этого не поняли, не ощутили. И вновь собрались чиновники, депутаты и Роспотребнадзор. Оказывается, все продумано хорошо. Но исполнение? Вот тут вся проблема. Как водится, не все слышали про столь масштабную операцию. Не все закрыли подвалы плотно. Чтобы живность не ушла на улицу отдышаться после травли. И так далее. Как же быть? Спросите вы. А тут, как не смешно это звучит, надо всем вместе бороться. От мала до велика должны понять, что мусор, брошенный не в контейнер, или того хуже, в колодец, или вообще возле дома, это обеденный стол для крыс. Что невывезенный контейнер или неочищенная яма, это ресторан для тех же крыс. Что это причина, раскиданного ветром по всей округе мусора. И поиск новых мест для его складирования. Круговорот мусора в городе. Избитая и в то же время болезненная тема дороги. Всем понятно, они у нас все время страдают. То подрядчик плохо уложил, то погода была плохая, то сварили асфальт плохой. Все время что-то плохое случается. Еще вы, наверное, слыхали историю про болотистую почву нашу и про дождливо-морозные зимы. То растает, то замерзнет, и ливневка не работает. Но я вот смотрю на наш мост автомобильный. Там вроде нет болота, да и вода на нем не стоит, как в озере. А асфальт-то пропадает. И тут в голову лезут такие мысли. Может технологии поменять? Есть же они. И, наверное, разные. Может, они дадут возможность дорогам пожить подольше? Может, надо попробовать? А то по таким дорогам не увезти мусор. Да и крысам по плохим дорогам не уйти из нашего города. С вами был Сергей Пономарев. До встречи!